так вот ирландский ресторан в этом историческом улочке историческом райончике пошли мы мы там были два раза всего и первый раз было все очень вкусно нам понравилось но и на день рождения дочкина мы пошли или на моё не помню по моему на ее день рождения мы пошли туда и мы заходим и говорим я говорю сегодня у меня у дочки день рождения вот и посадите нас пожалуйста в этот бус ну где не столика где вот знаете с перегородками где диванчики с перегородками вот и эти хостесы были как будто я им я враг народа их не короче какое-то такое отношение было высокомерное такое ну хорошо вот я говорю у меня день рождения ну и это же причина чтобы найти хотя бы сказать да даже не говори happy birthday просто скажи просто нормально отнесись к людям я им такой отзыв написала негативный чтобы все знали вот и такое отношение еда какая-то тоже была в это в этот раз была какая-то короче гонимая галимая не понравилась совсем и совсем недешево было ну по крайней мере в другими ресторанами по сравнении не было дешевле вот и ну правда официантка была хорошенькая такая хорошо приятная была вот именно ей дала на чай но я на я это указала в своем фидбэке официантка хорошая была но эти хостесы все настроение испортили вот это это потому что они либо избалованы либо какие-то не знаю но тронутые какие-то люди и белые были кстати какие-то неприветливые какие-то не знаю но я не отвыкла такого я такого совершенно отвыкла вот очень очень неприятно это в нормальном туристическом городе я не представляю себе такого цент августине там где люди зарабатывают хорошие деньги туда уходят я не знаю как по нашему более требовательные вот и более требовательная публика вот туда ходит более требовательные с деньгами они они к ним уже другое отношение я поэтому не люблю этот город он такой короче не для требовательных вот если он ну не знаю не мои вот сразу я так я сразу но я снимала дом когда я снимала дом живя в калифорнии я вообще и не видел этот дом когда снимала я его увидела когда я уже приехала подписывать контракт вот но он конечно оказался точно таким как и на рекламе просто сам город я не знала этого города ну так знала сколько сколько узнала столько узнала но я не сталкивалась здесь людьми с этим всем ну да ладно мы все равно часто ездим куда-то и мы не здесь 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 как-то углю угрюмое население какое-то вот в большинстве своем какое-то она угрюмое я не привыкла я человек веселый доброжелательный вот и я люблю таких же тем более когда я клиент вот тем более когда они зависят от моих чаевых она зависит от хостесов моих чаевых и она рожу свою кирпичом и такая высокомерная малолетка какая-то лет не знаю 6 18 было ей вот и она себя что-то корчит там но пусть корчит вот я и моя им отзыв написала говорю что они они ваш бизнес сводил короче из него руины сделают с вашего бизнеса ты старайся не старайся под ним подымает бизнес делай что-то придет такая дебилка работать к тебе и по всех гостей всех клиентов поразгоняют потому что я туда больше не ногой там вкусно там очень вкусные вещи есть там тортик такой чизкейк с болит бейлисом довольно вкусный ну и не красивое место такое чисто ирландский пап вот я бы туда еще походила даже ну там одно блюдо которое мне нравится вот ради него я могла бы еще ходить ну вот такое отношение я к себе не приемлю и с ним мириться не собираюсь поэтому они меня потеряли как клиента вот из-за этой хамки малолетки и кстати их было двое она не одна такая них двое там таких был я я очень много жалуюсь но я я стараюсь не жаловаться получается что я хочу просто не только хвалить я хвалю много чего но если если минусы то я смотрите там авария случилась отлетел бампер я как вспомни свою аварию у меня было видео про аварию мою у меня есть видео как смотрите отвалилась бампер унесли куда-то мне камера уже в ту сторону не поворачиваться бампер отнесли в сторону вызвали полицию значит там уже не полицию а этих не полиция вам приехала полицейская машина приехала значит кого-то грохнули а где другая машина только одна осталось что там удрал кто-то или что где другая машина непонятно может уже в каю но не не должны потому что полиция бы была уже здесь давно не вижу я другой машины наверно удрал это очень плохо если вот этот если вот так удирать с поля с места аварии это очень-очень плохо словят потом всю жизнь не отмоешься жалко мне тех кто попадает в аварию мы сами пережили аварию и это такие я вообще не хочу про это думать сейчас смотрите какой трафик образовался в эту сторону из этой аварии капец на километр где-то там еще дальше машины смотрите вообще капец хорошо что я не еду в ту сторону сейчас вот я как я уже говорила я не готовилась сильно к своему видео там просто так по памяти вспомнила пару таких шоу самых свежих истории но у меня я уже себе начала собирать откладывать свои истории которые я буду вам рассказывать и не только истории но там всякие разные всякой разной потому я сейчас а просто я я наверное за столом сделаю такие видео потому что у меня все под рукой все мои записочки так я не могу в записке очень смотреть когда я за рулем я по я подумаю я пас я посмотрю вот или может мало и будут вести а я буду снимать и говорить посмотрим вот я люблю готовиться к своим видео и по пунктикам рассказывать чтобы ничего не усп не упустить потому что и мне есть что рассказать и много на эту тему знаю и читала и вообще да у меня подруги так попадали но очень много конечно у меня положительных историй есть очень много поэтому не надо думать что я только страшилки будут страшилки знаю и только плохое могу сказать американ за американцев очень хорошо выходите не очень как я уже говорила в прошлом видео они очень хорошие мужья заботливые просто надо понимать что многие здесь сидят на успокоительных с детства вот это очень плохо на психику влияет поэтому надо думать надо в америку не абы абы как хоть хоть так и так главное чтобы найти чтобы попасть а там что будь что будет но это только дурные люди могут делать надо уже ехать так ехать так чтобы тебе хорошо было всем хорошо был вот потому что карма она такая она догонит и на стукает бабушке вот не надо искать мужчину чтобы просто через него попасть в америку надо искать хорошие отношения чтобы семью создать надо быть что посеешь что пожнешь к какой привет такой ответ надо к человеку относиться хорошо и не они просто заметить материальное или там какие-то любые выгоды за него конечно это все надо брать в расчет я не говорю что надо слепо по любви должен быть какой-то расчет ну старт по справедливости короче не так что вот только он мне а я ему ничего надо друг друга делать счастливыми и помогать друг другу облегчать жизнь друг другу вот делать друг другу жизнь более комфортный тогда и всем хорошо и это по справедливости это это честно даже если любви особо нету если уважение если одинаковые цели есть симпатия можно создавать и почему бы и нет не обязательно быть не знаю влюбленным на всю голову вот есть люди которые без любви женятся и создать прекрасные крепкие семьи прекрасные с уважением с да с любовью такой не знаете не страсть что бревно сгорит и потом одни угольки остаются или вообще ничего а у них все спокойно все размеренно но они живут душа в душу и и все нормально я я я только за я вот только за так такой потому что я знаю что эти люди обдумали все наперед вот и они они знают что они хотят и что они ожидают и что они могут дать взамен вот я думаю что это правильно они просто выскочить или или не то что по любви а вообще без любви главное чтобы попасть в америку там германию или куда-то там францию чтобы только уехать так нельзя потому что если вы используете таким образом человека ну почему удивляетесь что он потом использует вас каждый получает что сеет вот те кто у тех кто выходят замуж честно без всяких вот этих использований друг друга те и потом живут хорошо вот надо все делать по по правде вот такие вот у меня размышления на эту тему я лучше считаю что лучше вообще замуж не выходить чем выходить таким образом я так считаю но это мое личное дело вы можете не соглашаться и и вы имеете право не соглашаться я не говорю что моя точка зрения правда последние санкции это просто мое личное мнение вот я его высказываю можете не соглашаться но по моему опыту просто вижу как получается те кто выходил замуж нормально я не только про иностранцев говорю я вообще про и наших и не наших вообще в общем замуж кто женился нормально без всяких там поиметь молодое мясо или еще что-то у тех и потом и женанию не убегают от них более молодому вот или если она не выходит только за кошелек у нее в семье будет и достаток и любовь и все она все равно все получит от него вот а если вот использовать но карма говорю карма она достанет она везде найдет вот с кармой надо дружить дружите за своей кармой улучшайте ее конечно проще выйти за какого-то богатого дядечку и свесить ножки и сесть на шею ничего не делать но опять-таки будете зависеть от него он возьмет перекроет вам кислород не отберет карточку и куда вы пойдете что вы умеете делать куда вы пойдете еще одному отдадитесь еще другому на шею но сколько таких шей будет что будете с койки в койку прыгать тоже как-то ну не знаю есть конечно такие же любительницы но флаг в руки каждому свое как говорится вот еще еще немножко пока я домой не заехала еще мне надо еще в магазин зайти один короче насчет поиска мужа американца я не советую стук стучаться в всякие там аске уже никто не использует но я не советую спамить и вот как с них на голову кому-то где-то вламываться или там на facebook записываться кому-то дружить ну можете конечно попробовать если вы симпатичная можно вас кто-то и клюнет найти но лучше лучше знакомиться знаете в каких-то группах на фейсбуке или где активным быть приятным общительными потом как-то на форумах каких-то каких-то блогах дел где куча народу тусуется вот и потом со временем когда вы уже со всеми перезнакомитесь со всеми на хороших отношениях и вы можете потом сказать вот я сейчас ищу 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 себе мужа если кто-то знает какого-то порядочного молодого человека может познакомить и меня с ним пожалуйста буду очень благодарна и если среди них есть кто-то как кто у вас уже знает вы даже можете свои фотографии иногда выставлять но без всяких без всяких намерений на женячку просто вот я про себя рассказываю да вот и вот это я была там или и вот я вот есть такие там темы когда себе вот и можно так немножко но не на не сильно так слегка и вот когда вас вас уже знают как вы выглядите ваши там в основном вам надо во первых язык знать вот и вы немножко себе это все даже может как бы кого-то к себе фейсбук пригласите и ну и начнете просто общаться как друзья и потом через некоторое время скажите что вот я хотела бы уже себя найти может кто у кого-то есть друг одинокий кто бы меня познать на познакомил вот вы уже меня примерно знаете и вот вот и я вы можете обо мне немножко рассказать и я я с уверенностью могу сказать что даже среди фурумчан этих кто-то найдется кто кому вы нравитесь чтобы с вами мог бы поближе познакомиться понимаете или кто-то кого-то знает люди люди так любят сводить друзей друг с другом ну вдруг кого-то знакомить у всех есть кто-то одинокий куй там друг или подруга вот и они с удовольствием сводят людей вот и и это очень такой мир во первых это бесплатно во вторых вы знаете уже немножко людей по общению вы уже знаете немножко как бы поближе кто чем дышит что и как да вот даже есть форм например например я не я от фонаря говорю не говорю идите туда вот есть форум про про пекучие перцы например люди разговаривают про перцы не только про пекучие но в основном про горькие перцы и они там рассказывают про перцы про свою жизнь просто и они вокруг у них одно одно хобби и они любят перцы выращивать острые вот и они любят всякие разные и они там общаются они уже чуть друг другу в гости не ездят вот они вот и вот таких форма в море море по всяким по всяким разным направлениям море 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 особенно клёво по путешествиям потому что они могут в гости к вам приехать где-то вы можете ему город показать и и очень даже можете с кем-то познакомиться поближе вот и но всегда будьте очень дружелюбным веселой дружелюбной такой легкой знаете light back такой беспроблемная без всяких истерик очень такой порядочная но нормальная нормальная девушка и и и не материально не показывайте что вот я ищу миллионера потому что вы никогда не знаете там может сидеть какой-то очень богатый состоятельный мужчина просто он бы ник вы никогда не знаете где вас судьба найдет понимаете хотите богатого он у вас будет но главное не ищите именно вот вот его ищите порядочного а остальное вам приложится вот и на таких формах очень хорошо знакомиться очень очень хорошо и вам не надо платить за эти сайты непонятно кто на этих сайтах сидит понимаете и вы так и можете знакомиться до дофига дофига форума есть дофига боже я я я не буду сейчас называть не буду рекламировать но я вот на вскидку знаю например ну около десяти таких крупных с тысячами тысячами пользователей форумов где можно можно прекрасно можно с людьми общаться и знакомиться главное чтобы это было какой-то тематический который вам близко тематика например если вы любите готовить вы можете пойти есть очень три больших форума на английской английском языке где море народу и в этом не только рецептами обменивайтесь вы еще и общаетесь понимаете пушек все любят общаться они тоже дома мол может сидят им хочется пообщаться с другими людьми и вы так себе кого-то познакомитесь поближе потом еще в гости пригласите или вас там пригласят и по не пришел поехала вот и это очень хороший способ косвенно знакомиться познакомиться с будущим мужем вот например очень хороший достойный метод вышли вы туда не идете с такими вы потому что ну на сайт и на вас не просто хорошие на хорошие сайты вас не пустят если вы будущем бывшем советском союзе живете к сожалению даже если вы восточной европе живете вас тоже туда уже не пустят потому что их уже давно не пускают но может на некоторые сайты еще пускают но на такие хорошие по моему уже не пускают ну смотрите не знаю а там по и пи вычисляют короче короче вам этого не надо вам вы можете прекрасно найти нормального человека потому что на сайтах знакомств еще очень и очень и очень много придурка ведут туда туда идут всякие неудачники боже мой поверьте мне я когда искала я где-то где-то три тысячи мужчин через писем чем трех тысяч это мужчин через меня через мой компьютер прошло я их отсеивал отсеивала выбрал там несколько ну это уже другая тема мне я попала сюда они не через замужество вот я гринку выиграла слава богу я так рада что я них ни от кого не зависит с другой стороны при если попадешь сюда по визе жены невест или невеста это тебя хоть тыл прикрыт тебя тебе не надо думать делать где ты же где ты жить будешь как-то с одной стороны проще с одной стороны если хороший человек вот но с другой стороны если нехороший потом шелтере колачиваться тоже не фан вот но я вам скажу лучше сюда ехать по визе жены во первых это меньше времени занимает делать визу жены а во вторых вы приезжаете уже с гринкой у вас уже есть документы вам не надо думать подаст он на вас не подаст потому что он его поживете вы у него три месяца он вами попользуется да и и домой отправит понимаете зачем вам это вот если вы приедете по женитесь у вас дома распишите если вы приедете сюда по визе жены у вас вас намного больше преимуществ намного вот поэтому пробуйте пробуйте визу жены делать мой вам добрый свет наслушавшись этих всех вот этих страшилок по крайней мере вам у вас будут документы уже и и будет время тикать и отсчет потому что не все женятся кто делает визу жены невесты не все потом женятся я ну теперь им уже сделали и лимитом какой-то что они не могут через каждых три месяца привозить и делать визу жены другой девушки потому что были такие любители тела нового молодого на три месяца с одной поживет потом на три месяца с другой и короче а шо ему только били на билет потратился и и все и на визу вот ему дешевле чем ее там чем содержать жену или проститутку оплачивать понимаете я извиняюсь за такие подробности но это это факт так нам по моему сюда не надо в магазин один заскочить мало я просила бензин немножко подешевлю подешевел ой а я не туда мама мама все я не туда корону ничего сейчас развернусь вот пробуйте пробуйте визу жены делать намного 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 лучше намного кстати если вы вышли замуж за американца ради родились здесь ребенка или детей и у вас еще нету постоянной гринке он может вас отправить домой вот развестись с вами отправить вас домой и забрать детей и дети останутся здесь они американцы вы их не сможете вывести поэтому думайте я вообще не советую детей заводить первых 2 года пока у вас нету постоянной green карты пока вы на птичьих правах потому что временная green карта то еще ничего не не говорит два года а потом но вы два года вы потом можете на постоянную если вы работаете вы сами можете подать вам в не бойтесь вам не надо ждать что муж вас вам подаст или не подаст вы сами если вы зарабатываете если вы себя обеспечиваете вы можете можете подать так что так что не бойтесь люблю я большие машины я люблю я маленькая большая машина прикольно но во флориде мало мало у кого большие новые большие машины немножко отношения иногда бывает могут вот на зло подрезать или там на парковке посмотрит как будто я у них украла эту машину вот тоже иногда неприятно но плохим руки пусть зарабатывает себе на машину я пашу как папа карлу по 10 16 часов в день я поэтому и могу себе ее платить не все хотят так много пахать как как мы пашем чтобы иметь то что то что мы имеем но все хотят иметь то что другие имеет ну короче вы поняли а когда им говоришь сколько ты работаешь а им сразу сразу им как-то скучно становится и грустно них он не хотят они это так как с той девушкой что помоги мне мужа найти ну пойди в интернет разбираю вот эти кучу писем грязи этой ищи в куче дерьма свой бриллиант и найдешь ты конечно его найдешь но сколько тебе это нервов и времени и денег стоит будет но никто никто не хочет но все сразу хотят при принца вот принца дайте мне принца на белой на белом мерседесе а для принца золушка сколько работала чтобы своего принца получить она пахала как проклятая это все говорю это все карма но бывает конечно повезет я я ничего не я в этом плане ничего не говорю бывает что повезет это просто означает что человек хороший себе нажил хорошую карму и ели так вот повезло поэтому выгоднее быть хорошим добрым честным доброжелательным потому что и таким людям ну все удается очень легко ну все вот вы если посмотрите любимчиков судьбы удачников вы удивитесь насколько у них хороший характер легкие они не сплетничают они не изнасловят они идут по жизни легко и до из добротой и у них все все получается очень легко они улыбаются не не угрюмы они всем относятся нормально положительно приветливо вот не нормальные хорошие люди поэтому у них все и получается все им дается очень легко как постелишь так и поспишь поэтому выгоднее быть хорошим человеком порядочным себе 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 же лучше и таким людям находятся хорошие хорошие люди вот когда рассказывать эти все страшилки он такой он сякой и с одной стороны жалко но когда начинаешь вникать оказывается что она ну например еще один еще одна история она приехала с бывшего ссср и она начала мужа строить обувь снимать дома потому что я раб я убираю тут американцы считают что это неприлично гостей босс 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 ими встречать они обуваются они одевают обувь них не принято босс босс им ходить по дому вот но она видите ли приехала здесь уборку делает поэтому ты должен снять ты должен свои привычки изменить потому что она такая красивая сюда приехала где жить понимаете она уже в чужой монастырь свое свое приносит и она его пилит и пилит и пилит и пилит и пилит вот и она его заставляет свои селедки шубы кушать а ему не нравится или там еще что-то вот и потом она удивляется что ее что муж и к ней начинает плохо относиться что он там то и то он несет ну так ну так я тоже так не совсем рада было бы если бы не если на его месте оказалась и мне приехала какая-то там начинала бы боже какой трафик и мне же назад ехать о май гад я не знаю почему еще четырех нету такой трафик нифига себе ну ладно вот и она и и слушаешь и она жалуется жалуется что муж такой и такой начинают ее абьюзить но но про то что как она относится к нему она не рассказывает и потом понемножку начинаешь вникать начинаешь узнавать оказывается не все так плохо этот бедный муж он она его уже достала своей пилкой и пилит и пилит и пилит и пилит мужики терпят терпят а потом бабах у них переклинивает они могут и не сдержаться но нормальный конечно сдержится его хоть пили хоть не пили он просто спокойно тихо разведется отправит ее домой или разведется но но много есть ненормальных не то что ненормальных а таких более эмоциональных мужчин он может и кулаком по столу стукнуть или по лбу вот и лучше и лучше не доводить мужчины зачем вы их пилите зачем вы занимаетесь этой художественной пилкой зачем вам это вот вы пилите себе на себе же в ущерб не пилите мужчин они этого не любят они терпят они очень очень тяжело от этого всего отходят их мама учила воспитывала тут вы еще их воспитывайте зачем лучше выбирайте себе такого мужчину которого пилить не не надо который вам подходит по всему лучше год лишний потратьте но найдите свою половинку а своя половинка вам так подойдет что вам никаких и у вас не будет никаких разногласий вы будете очень хорошо гармонировать друг с другом зачем вам не было мне и в голову не придет его пилить вот а я раз вы не со своим мужчиной раз вы выскочили за первого попавшийся а бы выехать а бы свалить из совка вот из совдепии ну а потом еще и пилите бедного вот и многие не выдерживают она начинает своих жен лупить я я не я их не оправдываю я таких дебилов я бы им руки по по отрезала тех кто женщин бьет даже пофиг какая причина пофиг не нравится а ты уйди от нее просто уйди от нее разведись все зачем ее бить нельзя нельзя женщин бить вообще вообще с женщинами надо как как с китайской вазой дорогой вот и вообще если как американцы говорят happy wife happy life если жена счастлива той же счастлива поэтому там где жена не несчастлива там все таки ему и мужу надо поработать потому что там какие-то проблемы и и не только с ее стороны но есть но и он не прав в чем-то идем в тенечек я поставлю машину тут камера нагревается вот и поэтому не пелите не пелите мужа не рассказывайте вот надо так делать а он уже сделал так а тут приехали фэйму рассказывайте как надо делать не надо вот вообще мужиков перед не надо с мужиками надо я вам потом расскажу как с ними надо как петь как с ними правильно надо общаться все еду я магазин а другая тема будет про мужчин хочу по походу рассказать про них но не сейчас заехала вмершь клапку пила Малину и Кампари Не знаю, что за кампари Хочу попробовать Помидоры за 2 опции Заплатила 13 13,46 Здесь нет налога Видите, какие цены Резбери Малина была 7 долларов Но там 500 грамм Или 510 грамм Такая нормальная малина Я ее частенько беру Она довольно вкусная Вот эти хочу попробовать Органик они тем более И продукт Мексиканский продукт Из Мексики Не помню, на чем я остановилась Все выбилось Все вылетело из головы О чем я говорила До приезда в магазин Вообще не помню Сэмс Клаб Машин довольно много Но не так много Как, например, в Калифорнии Ой, Малина Не улетай Не улетай Побудь со мной Еду домой Уже натрынделась Не люблю я вот так ехать за рулем Смотрю, другие умеют А я так Мне надо подготовиться У меня все расписано по пунктикам О чем сказать И все по очереди Ну, чтобы не забыть ничего Я больше так организовываю свои видео Ну, может, со временем я и научусь Ну, не знаю Я, у меня такая система Мне так удобнее Я люблю по теме говорить А не просто трындеть Ну, я могу потрындеть Но я вообще-то не очень хочу Что-то время тратить попусту На пустую болтовню Потому что я свое время не трачу На такую фигню Вот Но иногда бывает такое Что видео просто сейчас по городу ездишь И показываешь, как и что Посмотрим Я еще учусь Так что не судите меня строго Я стараюсь Как могу Ну, надо, конечно, лучше делать свои видео Но со временем Все придет со временем Вот Я очень хочу вам рассказать много всего Потому что Если бы мне в свое время Столько всего рассказали И показали Я бы много ошибок не сделала Я бы не потратила лишних денег Так много Вот И достигла Добилась бы намного больше всего Чем я добилась За то же время Поэтому Вникайте Не только в мои рассказы Но и в другие ребята Которые снимают видео Честь ими хвала Что они свое время тратят На всех нас И мы так учимся друг у друга Вот Я очень рада Что есть блогеры Влогеры Которые 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 действительно Вместо того Чтобы пойти кино посмотреть Или на дискотеку сходить Они сидят Эти видео Клеят И свое время тратят Чтобы Это не Чтобы заработать копейку Да Монетизируют свои видео Но не для того Чтобы разбогатеть А просто Чтобы хотя бы Покрыть свои расходы На бензин Понимаете Я вообще Я стараюсь смотреть видео И даже иногда Кликаю на их рекламу Только чтобы они Какую-то лишнюю копейку Заработали Потому что я знаю Насколько это трудно Вот сидеть И длинное видео Редактировать И сколько это работает Так Малина Стоять И я Ничего против не имею Что другие Хоть какую-то копейку Себе Какой-то цент Заработают На этих видео Мне потом вернется Так что Вот Так что Не судите Тех людей Кто Зарабатывает Какие-то деньги Они Миллионерами Не станут На На видео На русском языке Поверьте мне Они Я Я за это время Всего 4 цента Заработала Вот Так что Все фигня Мы не Мы не за деньги Это делаем Просто Если хоть К пару долларов Доллара Вернется Чтобы хотя бы Бензин покрыть Что Потратишь Эти все километры Милли и милли Вот И свое время Рабочее время Считайте Кто-то мог Себе Это время Потратить Бизнес свой Делать Вместо того Чтобы Развлекать Других Вот Так что Не удаляйте Эти все рекламы Вам Ничего Это не стоит Ну Будет там Рекламка 15 секунд Слава тебе Господи Кто-то Заработает Ну Дайте ему Заработать Этот Один цент С вас Не убудет Вот Влогеры Богачами Говорю Еще раз Не станут Ну Не знаю Очень Сомнительно Может На Английском Языке Да Но На русском Вряд ли Вряд ли Поэтому 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 Даже вот В обмен На то Что вас Развлекает И вам Дают Информацию Хотя бы Вот эти Рекламы Иногда Или кликайте На них Или хотя бы Не закрывайте Их Пусть оно Себе Внизу Где-то Там Стоит Вам От этого Ни холодно Ни тепло Вот Я Никогда Не закрываю Я Пусть Себе Заработает Батывает Господи Мне Что Это Не Из Моего Кармана Да Пусть Заработает Себе Я Вообще Не Люблю Вот Кто-то Говорит Вот Они Не Работают Они Там На Видео Наживаются Вот Фигня Вот Честно Фигня Брехня Вы Посчитайте Сколько Этот Человек Мог Пойти На Работу И Заработать Намного Больше Чем Вот Этих Пару Сотен Что Зарабатывают Чтобы Вас Развлекать И Вам Давать Информацию От Которой Вы Сэкономите Море Море Денег И Нервов Понимаете Поэтому Не надо Быть Таким Крохобором И Вот Людей И Настолько Вот К Людям Это Неправильно Вот Так Что Я Очень Рада Что Есть Люди Которые Делают Видео И Говорю Честь И Хвала Я Очень Им Благодарна Я Очень Много От Них Научилась Даже Даже Просто Сижу Что То Делаю Вышиваю Или Что То Делаю Свою Какую То Работу И Просто Их Слушаю Вот Просто Информативно Мне Это Приятно Почему Бы Нет Ну Все Мне Надо Еще В Один Магазин Ну Ладно Все Я Закругляюсь На Сегодня Все Всех Люблю Целую Пока